Игромания представляет Это просто, слишком уж много интересного случилось за те 13 лет, что прошли с момента выхода первой игры. Будьте осторожны, ТОП переполнен самыми разными спойлерами, так что если вы еще не прошли игры серии, мы вас предупредили. На десятое место претендовали и миссия в доме Павлова из самой первой части, когда игрокам нужно было обороняться от многочисленных танков и пехоты, и напряженный момент с русской рулеткой из Black Ops, и даже ледовая погоня из Call of Duty Ghost. Но все же открыть наш список мы решили за бегом по крышам бразильских хибар из Modern Warfare 2. Мы уже и не помним, когда нас в последний раз лишали всей экипировки в Call of Duty, но вспоминать и не с руки, когда за тобой несется разъяренная толпа хорошо вооруженных и очень агрессивных бразильцев. Мы бежали по крышам каких-то хлипких построек, вокруг свистели пули, а на экране еще и тикал таймер, отсчитывающий время до отлета союзного вертолета. После выхода Modern Warfare 2 вариацию пешей погони принялись вставлять в свои игры все, кому не лень. Девятое место заняла битва за Point Duhok из Call of Duty 2, ведь она воплотила в себе чуть ли не все, за что мы любим серию. И драматичную высадку на берег, когда часть наших союзников заживо сгорали, не успев ступить и шага. И штурм вражеских окопов под пулеметным огнем. А самое главное ждало игроков в конце, ведь завоеванные позиции надо было еще и защитить от едва ли не бесконечных сил немцев. Создавать такие зрелищные и богатые на события сражения в 2005 году могли немногие игры, и Call of Duty 2 бесспорно из их числа. Восьмое место мы разделили сразу между двумя миссиями, которые расположены прямиком друг за другом. Именно в связке они задали тон всей серии и дали понять, что Call of Duty вышла на совсем другой уровень. Речь идет о прологе Call of Duty 4 Modern Warfare. Побегом с тонущего судна в играх сейчас вряд ли кого удивишь, однако та самая первая миссия из четвертой части фактически задала темп всей игре, а то и целой серии. Высадка, зачистка, взрыв, забег по нагренившемуся судну под эпическую музыку, а в конце ставший уже фирменным прыжок к трапу у летающего вертолета. Сейчас это кажется рутиной, но тогда игроки по всему миру были поражены уровнем постановки. Впрочем, важнее всего, что следом сразу же запускалась сцена в совершенно другом месте – посреди арабского города, где уже другого героя силой заталкивали в машину какие-то люди. Позволялось лишь вертеть камерой да наблюдать за творящимися на улицах ужасами, которые скоро ждали и самого героя. Ведь везли его вовсе не в тюрьму, из которой нужно сбежать, и не на очередное задание – путь лежал к месту казни. На седьмом месте тоже сразу два момента, но связаны между собой они одним персонажем – Виктором Резновым. Этот сильный волевой товарищ, озвученный невероятным Гэри Олдменом, умудрялся превратить в праздник чуть ли не каждое свое появление. В World at War мы вместе с ним оказывались на улицах Сталинграда, где выбирались из гор трупов, прятались от блуждающих фрицев, устраивали снайперские дуэли, убегали из горящего здания и охотились за генералом. А в Black Ops мы вместе проворачивали побег из Воркутинского ГУЛАГа. Ничего сверхъестественного во время бунта не происходило, но стрелять из катапульты или гнать от стражи на мотоциклах под крики Виктора, произнесенные с характерным акцентом Гэри Олдмена, было жутко интересно и по-хорошему непривычно. Казалось, что после тех безумий, что творились в четвертой части, а о них мы расскажем уже через пару минут, удивить нас чем-то уже не получится. Но не тут-то было. В Modern Warfare 2, сразу же после ожесточенной схватки за Белый дом, нас переносили в космос и давали посмотреть на ядерный взрыв от лица астронавта. К слову, наблюдать за последствиями трагедии приходилось еще и на Земле, гуляя под дождем из вертолетов, а потом уже и под настоящим из воды. И все это в пугающей тишине. Не все знают, но перед тем, как приступить к Call of Duty, большинство сотрудников Infinity Ward сделали культовую Medal of Honor Allied Assault и знаменитая высадка на пляже Амаха – их рук дело. Попав под крылок Activision, разработчики сотворили почти то же самое, но еще убедительнее и ярче. Всего-то нужно было перенести действие в Сталинград, забрать у игрока оружие, вручить пять патронов и задействовать печально известный приказ «Ни шагу назад». Пафосно? Да. С клюквой? А как еще? Но таких масштабных и зрелищных сражений на тот момент не могла предложить ни одна другая игра. После зрелищного взрыва и падения вертолета казалось, что все обойдется. Вот же он, герой, все еще живой, пусть и не совсем здоровый. С такими мыслями мы буквально ползли вперед, глядя на огромный ядерный гриб и рушащиеся здания. Но затем картинка начинала понемногу темнеть, и в какой-то момент персонаж падал замертво. Call of Duty сломала еще один закон жанра. С определенного момента красиво убивать главных героев стало для разработчиков Call of Duty традицией, и в Black Ops 2 они превзошли самих себя. Всего-то нужно было заставить игрока сделать это самому. И под великолепный саундтрек Трента Реснера, основателя группы Nine Inch Nails. На фоне начинала играть напряженная музыка, игроку давали в руки снайперскую винтовку и приказывали застрелить человека с мешком на голове. Мол, это приказ, стреляй и не задавай лишних вопросов. Да, догадаться о развязке этой сцены было нетрудно, но то, как красиво и стильно ее подали разработчики, сделало ее одним из лучших моментов серии и чуть ли не лучшей сценой во всей игре. Стелс-миссию в Чернобыле показали еще до релиза, и она вмиг стала культовой. В отношении геймплея прятки в траве ничем удивить не могли. Нам говорили, что нужно делать, мы выполняли. Шаг вправо, шаг влево, и задание приходилось начинать с самого начала. Однако получилось оно настолько напряженным и атмосферным, что даже просто смотреть было жутко интересно. Мы ползали прямо под носом у вражеских отрядов, снимали вахтеров из пистолета с глушителем, а в финале ликвидировали важную шишку из снайперской винтовки, учитывая направление ветра. Ничего подобного ни в серии Call of Duty, ни в военных шутерах в целом до этого не было. Но, наверное, самым неожиданным и трагичным моментом для многих фанатов серии стало предательство генерала Шепарда из Modern Warfare 2. Этот человек всю игру выступал нашим союзником, но под самый конец сложной миссии, когда казалось все опасности уже позади, он безжалостно убивает сразу двух ключевых персонажей. Саймона Райли, более известного как Гоуст, и Гарри Сандерсона или Роуча, одного из протагонистов игры. Шепард без предупреждения достает пистолет и пускает пули в ошарашенных Гоуста и Роуча, после чего игроки могут лишь беспомощно наблюдать, как любимых персонажей заживо сжигают облив бензина. И хотя Call of Duty не принято хвалить за проработку героев, для многих поклонников серии этот момент стал настоящим шоком и даже поводом для слез. На этом, пожалуй, мы и остановимся. Хотя в список наверняка не поместились и другие замечательные моменты, которые также заслуживают внимания. Что ж, не беда, их вы можете вспомнить в комментариях. К слову, часть из этих ситуаций скоро можно будет пережить снова в грядущем переиздании знаменитой четвертой части. Причем на современных платформах и с более симпатичной графикой. А новенькая Infinite Warfare наверняка добавит в наш топ еще более эпичные моменты. В конце концов, в проекте заняты одни из лучших бывших специалистов Naughty Dog и даже Гай Ричи. А уж кто, если не он, знает толк в зрелищности? Менчатка. Гай Ричи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...